Здравствуйте, Александр из города Зержинск. Вы заказали вот такой хороший классный набор из целых пяти вакуум-укупорщиков-медведев. Значит, я по традиции, естественно, проверяю эти укупорщики перед тем, как отправить их потребителю. Ну и вы не являетесь исключением. Смотрите, значит, вот у нас такая есть бутылочка пластиковая, значит, и под нее идет вот такой ТО-30 укупорщиков. Набрасываем вот так вот пробочку. Вот, устанавливаем укупорщик. И, по идее, мы можем использовать ручной вакуумный насос. Но, значит, мне особо не хочется качать руками. Честно, за сегодняшний день это уже не первый набор, который я проверяю. Поэтому берется насадочка. Насадочка, вот у меня она на быстросъем, но есть и на шлангах елочку, более удобная. Включаем вакуумный насосик. Вот так, смотрите. Так вот все видно, да, что с бутылочкой произошло. Закрутили, в прижатом состоянии сбросили вакуум. Вот так вот раз. Видите, да, какая? Просается. Открываем. Понятно, что работает. Теперь у нас, как называемый, ТО-43-46, да? Значит, что мы можем сделать с его помощью? Мы можем вот так завакуумировать. Но это уже завакуумировано, это контрольная. Она стоит достаточно давно. Вот, я просто проверяю, как держит. Теперь. О, я нашел прекрасную бутылку, смотри. Вот такую. Ну, или такую, что, молочный где-то сболтается. Ну, еще вот так, смотри. Теперь сделаем все же самое. По звуку вакуумного насоса понятно, да? Что оно уже звукоумелось. Вот так, закрутили. Так и сняли. В прижатом состоянии. Оп, кружка. Ой. Тут тарахтит правда. Смотрите. Работает. Но крышечку надо брать лучше, с контрольным вакуумом. Лучше будет. Так. Проверили мы ТО-43. ТО-50. Вот он. Значит, чем он хорош? Он хорош тем, что может в каких-то случаях заменить ТО-43. Но не во всех. Вы берете отверточку и укручиваете данную винчу. Значит, вот у нас есть такие бутылки. Значит, вот точно так же вот пробка. Так, поставили. Упорщик. Оп. И вот сейчас я не буду вакуумировать с помощью этой насадки, а вакуумировать ручным насосом. Смысл в том, что нужно набивать полностью, иначе ее согнет, и будет воздух подсасываться. Ну, смотрите. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Подсасывать начинал. Но я успел. Все, закрутил в прижатом состоянии. Сбросил лишнее. Эть. И снимаю это дело. Во. Ну, а теперь я сейчас открою. Ну, видите, да? Ну, она так осела, сладенькая. Вот. Но, тем не менее. В общем, надо полностью набивать. Но я макароны покушал сегодня. Извини. Так, проверили. Значит, ну, ТО-82 с контролем вакуума. Это классика. Значит, его можно и вот так сделать. Провернули. Сбросили. Сняли. Вот он. Ну вот. Постоять чуть-чуть. Подумать. А вот теперь вот такая большая крыша. И банка такая ровненькая. Ну-ка, смотрите. Ну, сильно не буду делать. Все. Этого хватит. Потому что потом хрен откроешь. Чуть-чуть раз. Провернули. Сбросили вакуум. Сняли у купорщика. Ну, видите, да? Попробуем открыть. Тяжко. А эта, конечно, площадь поменьше, да? Поэтому попроще. Ну, в общем, можете поставить лайки. Значит, не забыть заказать вот такой шланг с переходником на насос. Ну, и здесь с аналогичной насадкой. Вот. Ну, лайк поставить. Заказать набор купорщиков. Ну, и вообще вспомнить обо мне только добрым словом. Спасибо за внимание.